Мастер с работой быстро справится. У каждого мастера свой инструмент. Плотнику, скажем, топор полагается, а мне микрофон нужен в данный момент. И чтобы дело шло гладко и легко, инструментом надо уметь. Легко. А уметь владеть людьми, руководить ими. Это одна из самых сложных, востребованных сегодня инструментов. И хочу я вам сегодня представить председателя Союза, лидер мирового сообщества, Горчукова Лариса Федоровна. А то я как раз умею владеть людьми и руководить. Здравствуйте, дорогие друзья, подруги. Я уже не первый раз на этой встрече, мы постоянно здесь встречаемся. Я представляю здесь не одну организацию сразу, ну вернее не я, а здесь три человека от разных организаций. Сарай Юрий Пархенч, это ветеран атомной энергетики и промышленности, Международный союз. В 10-12 стран входит члены МАГАТЭ. Нина Гребенщикова, женщина нашего города, это город Москва. И я возглавляю Международный союз общественных объединений, 40 стран мира. Садитесь в сохранении социальных, культурных и духовно-нравственных традиций народов. И мы постоянно работаем с вашими диаспорами, и мы тоже с диаспорами в своей стране, тоже самое. Вот, поэтому вот я просто хочу несколько поздравить, прежде всего, всех с Новым Годом, пожелать радости, здоровья, удачи, самых замечательных событий в новой жизни в этом году. И Дедушке Морозу, Снегурочке, хочу подарить коробочку конфет, чтобы их жизнь была тоже сладкой, радостной. Да, да. Так, Дедушка Морозу замечательно так выступал. Еще хочу несколько слов сказать просто для того, чтобы мы все понимали, что, конечно, вот я, например, честно скажу, в Советском Союзе, ну, замечательно жила. Да, наши тоже мы, наши, кто отмечал Пасху? Тоже мы не знали, даже, тоже все было запрещено. Ходили, бегали с этими яичками, то же самое, понимаете. То же самое у нас, где костюмы наши русские? Почему мы их забыли? Потому что, понимаете, нельзя говорить что-то, не народ, что-то исчез. Ну, я знаю песню, например. Едут новоселы, и по земле цели на песни, молодая, далеко ли идти, да? Ой, ты, земля морозная, ноченька ясно-звездная, Скоро ли я увижу свою любимую в светлом крае? Ну, и я к тебе приеду раннюю весну, и он молодой хозяйка, и прямо в новый дом. Что значит? Значит, строили, значит, вместе созидали, значит, все делали вместе. И горе вместе, и беда вместе, и радость вместе. Вот. И это нужно помнить, и не забывать. И наши дети все равно. К нам в Москву приезжали дедушки, например, да, из Узбекистана. Мы хватали их за руки, радовались, радовались. И даже вот я, например, в гости, он мне говорит, ну, это мы рады, но все только в любви были. Вот я только помню, только любовь. Больше ничего. Вот. Только радость, любовь, общение. И доверие. Вы правильно сказали? Доверие. Да. И задача наша каждого — сохранить свою культуру, свой язык. Это без сомнений. И я, например, пойду на украинскую песню «Пожалуйста, молодец». Вот мы в Китае недавно были, подписывали тоже договор о совместной деятельности, о инвестиционах, о духовных, о красных, всяких разных традициях тоже, наверное, разговор шел. И мы с Украиной, женщина, в торговой промышленной палате была. Я говорю, давай споем на русском, на русском, на украинском. Она говорит, давайте. Вот. Мы с ней спели и на русском, и на украинском. И были счастливы. И вдруг какой-то там мужчина говорит, украина, как сказал, русский там что-то. Понимаешь, я говорю, украинские слова, да? Душа-то она все есть, мы один народ фактически. А вот кто-то какой-то провокатор вот скажет и начинается. Понимаешь, я в этом новом году призываю всех нас, кто здесь присутствует. А я думаю, что это очень активные, позитивные люди, которые именно хотят видеть свой народ и всю Россию великой, достойной. И память тех людей, которые 5-го, вы знаете, до декабря было 75 лет, когда мы фактически отстояли свою страну, свои народы. Когда вместе с казахами, вместе с разными народами, вы знаете, башки, если вы можете, да? Парень 21 из глубокой деревни, из глубокой деревни, собрал деньги, деньги собрал со своих, ну, соседей. Купил зенитную установку и подбил на этой зенитной установке 21 танк. А ему было там 20 лет всего. Вот, и сейчас, прошли годы, в этой деревне есть школа имени этого зенула, я потом скажу, чтобы не путать. Именой Советского Союза зенулы, ну, фамилии точно не помню. Что вы думаете, 120 человек-то мочится, и кому-то голову с брелом эту школу закрыть, закрыть. Вот, мы писали президенту, кто я такая, да, почти, да никто. Но для меня это не просто слова, для меня это боль душевная, понимаете? Вот, и поэтому я думаю, и каждый из нас делает все на своем месте, чтобы это защитить, сохранить, передать будущее. Или вот в Узбекистане, все знают, что детские дома, туда направили, прямо несколько детских домов много, но ни одного ребенка не осталось. По семьям разобрали, понимаете? Что это? Это любовь. Поэтому нужно говорить, понимать, что да, все пострадали, но 70 лет, что такое, строили, идея была велика. А я, кстати, сейчас думаю, социализм победит ли кому-нибудь, в конце концов. Вот, да, вот такая вот, наверное, на сердце нет. Поэтому, если позволите, я еще раз поздравлю всех-всех с Новым годом, с наступающим. Я думаю, что в следующем году будет, ну, просто какой-то перебор великий. Вот я это чувствую, даже духовный, культурный. Вот мы как-то все объединяются, что ли, почувствовали, какой-то вот слова совещей, да, уже не пустые слова, правда же. Вот, и я думаю, еще раз поздравляю всех с Новым годом. Спасибо вам большое за то, что вас приглашаете, за такой замечательный теплый вечер, ну, и до встречи. Да, я надеюсь, что тоже буду вас приглашать на наши мероприятия. Приходите, пожалуйста, буду обязательно всем сообщать. Все, доброго, до свидания. До свидания. До столов. Спасибо. Спасибо.